Кто не был на Фудзияме, в ясную солнечную погоду, тот не видел настоящей японской красоты. Я вот забрался на самую высокую гору в этой стране во второй раз, и что ты будешь делать? Опять началось то, что я называю аллергией на лидоруб. Как возьмешь его в руки, так обязательно потом кожа с лица облезает, губы покрываются ожогами и волдырями. С нами поднимался коллега. В какой-то момент он снял солнечные очки, а мы этого не заметили. И заработал он снежную слепоту. А слеп на два дня. Проходит снежная слепота достаточно быстро, но страха он не терпелся огромного. В общем, злое солнце в горах. Но я думаю, главное проблема все-таки в аллергии. Поднимались мы почти 7 часов. Тяжело и трудно. До станции на высоте примерно 2300 метров мы доехали на машине. Дальше подъем почти полтора километра. Летом здесь нет ни снега, ни льда. И каждый день вверх поднимаются несколько тысяч человек. Народу настолько много, что на склоне появляются пробки из туристов. И подъем может занять и 10 часов. Мы поднимались в мае. Это низкий сезон. Идти тяжело. И было практически безлюдно. Всего-то пара-тройка сотен человек. Встретили довольно много экстремалов, которые шли наверх с досками и горными лыжами. Страшновато так съезжать. Снег и лед тяжелый. Трассы как таковой нет. Да и ноги после 7 часов подъема слушаются так себе. Камикадзе. Безумству храбрых поем мы песню. Наверху же на Фудзи умопомрачительно. Виды невероятные. Воздух звенит. Это необычная гора. Высота почти 4 километра. А вокруг почти плоский ландшафт. Невысокие холмы и залив. Просто потрясающе. И на вершине понимаешь, что все страдания того стоили. Очень пригодились детские ледянки. Спуск вниз они ускорили основательно. Существенную часть дороги назад мы просто съехали на задницах. В качестве резюме скажу, что в горе Фуджи есть что-то магическое и притягательное. Память о солнечных ожогах пройдет. И туда, на эту вершину, захочется вернуться снова и снова. Еще в Японии говорят, что кто не был на Фуджи, тот дурак. А кто был дважды, дурак дважды. Так что выхода нет. Придется лезть в третий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова